Привет всем! Сегодня хочу показать элитный 4-звездочный отель Albatross Aqua Blue Resort Sharm el Sheikh. Понятно, что сочетание элитный и 4-звездочный звучит как-то странно, как будто оксюморон, типа правдивая ложь или сухой дождь. И тем не менее, несмотря на то, что отель 4-звездочный, он очень высокого класса. Честно говоря, я даже не понимаю, почему это 4-ка, а не 5-ка. В Египте множество пятерок, которые по всем показателям в разы хуже, чем эта 4-ка. Сразу хочу сказать, мы отдыхали не в этом, а в смежном 5-звездочном отеле Albatross Aqua Park. Но так как мы можем пользоваться абсолютно всем, что находится на территории не только нашего, но и этого отеля, горками, барами, ресторанами, то мы можем оценить этот отель прямо до мелочей, да к тому же еще и сравнить его с нашим 5-звездочным. В Aqua Blue буквально все на достаточно высоком, хорошем уровне. И все-таки есть два довольно существенных минуса, о которых я скажу чуть позже. Про отель уже можно сказать очень многое, просто зайдя на его ресепшен, а также сходив в туалет на ресепшене. Если зайдя в туалет, там чисто, приятный запах, нет побитых зеркал, то 95% что во всем остальном отеле будет точно так же. Здесь у нас на ресепшене все в мраморе, все блестит, сияет. Но если сравнивать с 5-звездочным Albatross Aqua Park, есть одно существенное отличие. Здесь очень низкие потолки, поэтому в помещении, когда даже немного людей, стоит сильный шум. В отеле очень приятный, достаточно просторный, уютный лобби-бар с мягкими креслами, диванчиками. В баре готовят профессиональный кофе, американо, латте, капучино. Стильный интерьер, живые цветы, на стенах картины. И находиться здесь, я вам скажу, очень даже приятно. В отеле множество корпусов, все они разбросаны по территории и исполнены в разном стиле. Вот этот основной корпус сделан в виде незамкнутого кольца, в центре которого есть бассейн, а также находится амфитеатр. На первый взгляд, решение очень интересное и выглядит все это достаточно симпатично. Но я бы точно не хотел жить в номерах, которые здесь находятся. Потому что хочешь ты или не хочешь, но тебе придется слушать все вечерние шоу, проходящие в этом амфитеатре. Хотя с другой стороны, представление можно смотреть прямо со своего балкона. Очень большое количество столиков и стульчиков. И тем не менее, мне кажется, что на вечерних шоу места всем желающим в амфитеатре все равно не хватает. Территория отеля большая, но не огромная, как во многих египетских отелях. Вся она невероятно зеленая и очень уютная. Если сравнивать с Альбатрос Аквапарком, то в этом аспекте Альбатрос Акваблю однозначно выигрывает. Буквально каждый метр территории, который не покрыт плиткой, засажен цветами, зелеными кустарниками, пальмами. Все это разнообразно, красиво и гармонично. Отель не зря называется Акваблю, потому что вода в отеле повсюду и в разных эпостасиях. Фонтаны, водопады, водные горки и даже целая река через весь отель. Первый минус отеля это то, что он располагается на второй линии. На пляж можно ехать или на автобусе, или идти пешком. Что прогулка пешком, что поездка на автобусе занимают минут 8. Но автобус нужно подождать, загрузиться с массой народа и он привезет к началу пляжа. Если же идти пешком, то на пляж нужно будет спускаться на лифте и попадаешь сразу в его центр. Какой точно протяженности пляж сказать сложно, но он очень длинный, однозначно больше километра. Пляж предназначен для трех отелей. Альбатрос Аквапарк, Альбатрос Акваблю и Бич Альбатрос. С одной стороны это конечно не очень, потому что на пляже людей просто немыслимое количество. Но с другой стороны вы приезжаете в 4-звездочный отель, а пользуетесь тем же пляжем и всеми теми же услугами на пляже, которыми пользуется 5-звездочный отель. Пляж располагается в безветренной бухте Эль Майя. Возможно весной, летом и осенью эта информация и не слишком актуальна. Но зимой отель, пляж которого находится в безветренной бухте, это просто находка. К тому же можно смело утверждать, что это не одна из самых красивых бухт в Шарм-эль-Шейхе, а самая красивая. В этой же бухте буквально в 7 минутах ходьбы от пляжа находится старый город. Очень удобно, можно даже днем в течение отдыха прогуляться в старый город и купить, например, на обед манго или клубники. Многие отдыхающие, между прочим, именно так и делают. Что можно сказать про рыбок, кораллы и другую флору и фауну на пляже отеля? Непосредственно на самом пляже кораллового рифа нет. Но тем не менее, всевозможных рыбок достаточно много, так что вполне можно поплавать с маской и за ними понаблюдать. Причем так как вход в воду пологий, плавать с маской удобно даже детям. Что касается рифа, мы сами не плавали, но говорят, что в конце пляжа начинается красивейший риф. Нам казалось, что это как-то далеко и плавать там небезопасно, но если доверять комментариям, то оказывается, что там даже дежурит спасатель. Так что этот пляж понравится не только любителям релакса, но и любителям поплавать с маской. Еще что нас порадовало на этом пляже, это шикарные огромные зонтики. Для того, чтобы спрятаться от египетского солнца, это очень важно. Чтобы загореть в Египте, не обязательно лежать под прямыми солнечными лучами. Так как зонтик тканевый, через него все равно проходят солнечные лучи и все равно загораешь. Также на пляже отличные лежаки и прекрасные толстые мягкие матрасы. Понятно, что для качественного отдыха все эти нюансы очень важны. Покрытие самого пляжа это не песок, это твердая порода типа песчаника. Конечно же мягкий песочек на пляже это гораздо приятнее. Но для большинства египетских пляжей типично именно такое покрытие. Вход в море в некоторых местах немного песчаный, а в некоторых местах такой же как берег. Часть людей на этом пляже купается в специальной обуви, например в коралках. Но все равно большинство людей, даже дети, купаются босиком. В некоторых местах в воде попадаются и острые камни, и острые остатки кораллов. Так что здесь каждый выбирает сам, рисковать ему или нет. На пляже есть бар-ресторан. К сожалению он только один, и для такого длинного пляжа этого точно недостаточно. Бар очень даже приятный, комфортное кресло. В течение дня безалкогольные напитки, кола, фанта, спрайт, вода, чай, кофе. Из алкогольных напитков только пиво. Но и это, хочу я вам сказать, для 4-звездочного отеля в Египте очень даже неплохо. Потому что и во многих пятерках, особенно тех, которые находятся на второй линии, пива нет. В обед можно не идти в отель, чтобы пообедать, а пообедать прямо в этом ресторане. Нельзя сказать, что этот обед полностью полноценный. Скажем так, больше похож на перекус с снеками. Но все же паста, бургеры, картошка фри, овощи, фрукты. И все это довольно-таки вкусное. Во время обеда на пляже даже есть мороженое. Также на пляже масса платных развлечений. Катание на банане, на таблетке, парашюты, погружение с аквалангом и многое другое. Подобные развлечения можно встретить далеко не на всех египетских пляжах. Это связано с определенными запретами из-за возможности повредить коралловые рифы. Не могу сказать, что мне такие развлечения нравятся, а тем более за деньги. Когда приезжаешь в отель с all-inclusive, то думать о каких-то дополнительных тратах вообще не хочется. К тому же брать деньги на пляж это просто неудобно. Хотя, насколько я понял, цены на все эти развлечения довольно божеские. Например, 15 минут дайвинга – 15 долларов. 30 минут дайвинга – 25 долларов. У отеля множество разных фишек. Но самой главной, без сомнения, является аквапарк. В отеле находится самый большой и самый современный аквапарк в Шарм-эль-Шейхе. Точнее сказать, на территории отеля располагается только половина аквапарка. Вторая половина располагается на территории пятизвездочного отеля Альбатрос Аквапарк. И это на самом деле огромнейший плюс. Так как гости-четверки могут совершенно бесплатно пользоваться всей территорией, бассейнами, горками и барами в пятизвездочном отеле Альбатрос Аквапарк. На мой взгляд, очень интересный подход, который невероятно расширяет границы возможностей отдыха гостей отеля Альбатрос Акваблюд. То есть, сегодня мы проводим часть дня возле одних горок в одном отеле. Вторую половину дня на пляже. Завтра мы уже в другом отеле катаемся на других горках. Таким образом, наш отдых получается невероятно насыщенным, разнообразным и интересным. Тем более, что как ни крути, но пятизвездочный отель по многим показателям еще лучше, чем этот четырехзвездочный. У нас на канале уже есть полный обзор отеля Альбатрос Аквапарк, полный обзор ресторанов в этом отеле, обзор уникальной анимации под названием Неверленд Шоу. Так что, кому интересно, тоже обязательно заходите, смотрите. Ссылки на все эти обзоры будут в описании под этим видео. Единственное, что недоступно для гостей четверки в соседнем пятизвездочном отеле, это посещение ресторанов на завтрак, обед и ужин. В обоих отелях раз в 3-4 дня, в разные дни проводят пенные вечеринки. Я бы не сказал, что это что-то очень потрясающее, но тем не менее, довольно оригинальная активити. Такая мини-дискотека, на которой можно сделать интересное селфи, записать сториз в инстаграм. Да и вообще, даже если не принимаешь в этом непосредственное участие, а просто наблюдаешь со стороны, это весело. Говоря про анимацию, можно сказать, что анимация в отеле очень хорошая. Да и вообще, можно говорить, что анимация в двух отелях очень хорошая. Потому что весь день при желании ты можешь проводить не в четверке, а в пятерке. И участвовать во всех активностях, которые там происходят. Аэробика, гимнастика, зумба, боча, дартс, мини-гольф, клубные танцы и еще множество всего, что только пожелает душа туриста. Также в отеле множество всевозможных горок и аттракционов для детей. Причем, как для самых маленьких, так и немного постарше. Вообще, наверное, этот отель можно назвать семейным. По ощущениям, процентов 80 семей здесь отдыхают с детьми. Как по мне, это, конечно, небольшой недостаток отеля. Детей слишком много. Но для тех родителей, кто реально хочет, чтобы его ребенку было весело и понравилось на отдыхе, этот отель подходит идеально. Вообще, как по мне, отель хорош практически для любой категории людей. И для тинейджеров, и для молодежи, и для взрослых людей без детей. У отеля очень хорошее расположение. Он находится в популярном, практически безветренном районе Хадаба, между торговой улицей Тысяча и Одной ночи и Старым городом. Оба этих популярных места, а также торговая улица Ильмерката, можно сказать, находятся от отеля в пешей доступности. Как я уже говорил, у отеля интереснейшая, разнообразнейшая архитектура. Например, есть вот такие симпатичные деревянные домики, вдоль которых протекает искусственная река. Мне кажется, жить в этих домиках было бы очень даже интересно. Но, скорее всего, это какие-то люкс номера, и стоят они дороже, чем обычные. Если говорить про цены, то цена на этот отель Альбатрос Акваблю процентов на 30-40 ниже, чем на пятизвездочный Альбатрос Аквапарк. Поэтому, на мой взгляд, этот отель является великолепнейшей альтернативой Альбатрос Аквапарку. И, смотря на то, что отель заполнен, ну, очень плотно, если даже не сказать забит, такого мнения придерживаюсь не только я, а еще и множество других людей. Наверное, единственная категория, которой этот отель не слишком подходит, это туристы преклонного возраста, не готовые ходить длинное расстояние и подниматься на ступени. Нельзя сказать, что этих ступеней в отеле очень много, но, тем не менее, то там, то там они есть. У отеля четыре основных ресторана. У них какой-то особый график работы, то есть на завтрак и на обед работает часть из них, а на ужин уже открываются все. Для примера, в пятизвездочном Альбатрос Аквапарке всего два основных ресторана. Все рестораны имеют какое-то определенное направление, то есть итальянский, рыбный или восточный. Но, по сути, набор еды во всех ресторанах практически один и тот же. Выделяется только по 5-6 блюд. Что можно сказать о еде? Еда отличная, разнообразная, вкусная. От пятизвездочного Альбатроса, на мой взгляд, вообще ничем не отличается. Единственное, чего я здесь не увидел, это креветок. Но их дают не каждый день, поэтому, возможно, и здесь они тоже есть. Кто отдыхал в Альбатрос Акваблю, напишите обязательно в комментариях, давали ли вам на ужин креветки. Вот этот уличный ресторан, один из самых приятных. Но днем, скорее всего, он не работает, потому что без накрытий сидеть под египетским солнцем невозможно. Вот повар прямо на ужине стоит и режет овощи на салаты. И это на самом деле говорит очень о многом. Что салаты делают из свежих, хороших овощей, а не из каких-то старых, оставшихся с прошлых приемов пищи. По хлебу тоже все видно. Огромный выбор, мягкий, вкусный. И уже этим салатом и хлебом вполне можно наесться. Обратите внимание, как выставлены чашки, как аккуратно в салфетках лежат ложки, в каком деревянном красивом боксе находится чай. Все это, казалось бы, мелочи, но на самом деле все это совсем не мелочи. Для четырехзвездочного отеля, да что там говорить для четырехзвездочного, даже для пятизвездочного, такой подход говорит об очень высоком классе отеля. Есть соки, причем они лежат во льду, что для жаркого Египта невероятно важно. В отеле множество блюд во всех четырех ресторанах, которые готовят на гриле. Все эти блюда вот прямо действительно вкусные. Их ешь и хочется еще. Например, вот такая жареная курочка. Ну а вообще жарят и кебаб, и печень, и баранину, и перепелок. Показывать обычную еду типа риса или сатэ, кажется, уже не имеет смысла. Но смысл все-таки есть, потому что во многих египетских отелях даже обычную еду готовят очень плохо. Вот, кстати, жареная печень, о которой я говорил, и картошка фри. Вкус этой картошки фри фантастический. Не хуже, чем в Макдональдсе. Наверное, одно из самых никаких блюд в отеле – это пицца. Казалось бы, ее жарят в печи. Должна быть просто шикарная. Но, наверное, что-то не то с рецептом. Вот люди попросили целую пиццу, говорят, нас там шесть человек, а повар говорит, нет, можно только один кусочек. И вот этот момент отчетливо характеризирует главный минус отеля. И этот минус – просто невероятное количество людей. Во всех четырех ресторанах, возле всех горок, во всех бассейнах, в барах и остальных основных локациях, отдыхающих, как муравьев в муравейнике. Несмотря на то, что в ресторанах огромное количество столов, они практически все всегда заняты. Нельзя сказать, что невозможно найти себе место или везде огромные очереди, но людей невероятное количество, и это, мягко сказать, напрягает. Также во всех ресторанах, в лобби и в других помещениях, в отличие от пятизвездочного отеля, низкие потолки, поэтому в помещении стоит постоянный гамм. И это, конечно же, релакс отдыху тоже не способствует. Сейчас мы находимся в рыбном ресторане. Честно говоря, в Египте я не встречал четверок, в которых есть четыре разнонаправленных ресторана. Просто так случилось, что именно этот отель принадлежит сети Альбатрос. Все свои отели сеть поддерживают на очень высоком уровне. И ей проще поддерживать сервис как в пятерке, чем как-то опускаться вниз. Лежит рыба на льду в холодильнике, чтобы продемонстрировать, из чего готовят. И вот еще один вид жареной рыбы, а также жареная рыба в кляре. То есть мы увидели три вида по-разному приготовленной рыбы. И это, по-моему, очень даже неплохо. Пять-шесть видов мяса, три вида рыбы, приветливый профессиональный персонал. И очень даже симпатичный вид. Красиво украшенный столик. Наверное, у кого-то день рождения. Вот так вот люди будут сидеть здесь, ужинать. И наслаждаться таким симпатичным видом на бассейны, на горки, на светящиеся огни. Конечно, было бы лучше, если бы это был берег моря. Но и так очень хорошо. Что у нас по фруктам? Финики, бананы, яблоки, хурма, апельсины, гуава. Уверен, что в сезон здесь есть и клубника, и дыня, и арбуз. Также в отеле очень вкусные восточные сладости. В пятизвездочном отеле выбор восточных сладостей больше. Но, возможно, в каком-то из ресторанов они есть еще. Итак, какое резюме. Отель прекрасный и является достойной, но гораздо более дешевой альтернативой пятизвездочному альбатросу. Безусловно, чтобы ощущать разницу, нужно ездить в совершенно разные отели разного класса. Так вот, если вопрос упирается в деньги, то я скорее бы лучше бы три раза съездил в подобный отель, чем два раза в рядом стоящую пятерку. Я надеюсь, что это видео вам понравилось и поможет вам при планировании вашего отдыха. Если вы вдруг еще не подписались на наш канал Мечта Путешественника, то обязательно подписывайтесь. У нас всегда самая нужная, важная и интересная туристическая информация. Нажимайте на одну из конечных заставок и смотрите следующее увлекательное видео. Всем хорошего отдыха, ярких впечатлений. До встречи на пляжах Египта.